Ребят, всем привет! С вами, как всегда, JumbleMax и сегодня у нас очень, я бы сказал, очень интересная история. Сразу сполерну, забанили аккаунт, не у меня, поэтому не радуйтесь, не огорчайтесь, но в любом случае, как бы, посмотрите эту ситуацию, потому что она действительно очень странная. Также в этот раз я хотел бы вас попросить поделиться этим видео со своим другом или просто эту тему как-то поднять и обсудить, потому что она действительно очень странная. И мне хотелось бы найти людей, у которых тоже была такая же проблема, потому что проблема, ну, действительно странная, короче, вы все поймете. Но прежде чем я начну, хотел бы обратить ваше внимание на такую вот картину, которую мы недавно собрали. Да, если что, это наше свадебное фото. Если вдруг кто-то не знал, то данную картину мы собрали при помощи бесконечного конструктора Мазабрик. Появился он летом 2020 года и сразу стал хитом, оно и понятно, потому что идея реально пушка. При помощи него вы сможете собрать абсолютно любое фото или изображение. Лично у меня набор S и несмотря на то, что это набор самый маленький, картина здесь составляет 51 на 51 сантиметр. Да, если что, у ребят есть размеры M, L и там вообще огромные картины получаются. Работает все это очень просто. Заходите на сайт Мазабрик, загружаете туда ваше изображение на сайт и получаете различные виды сборок. После вам высылают инструкцию либо на электронку, либо можете сразу начать собирать с телефона. Если что, детальки разбиты по пакетам со специальными значками, чтобы вы не путались и сборка также не составляет труда. Если вы вдруг ошиблись, то не пугайтесь, в комплекте идет такая вот штучка, которая поможет вам вытащить неправильную поставленную детальку. Лично нам, когда делать нечего, хочется пособирать какую-нибудь там мозаику, конструктор Мазабрик это реально хорошее решение, а самое главное разнообразное и уникальное. Еще конструктор хорош тем, что его можно подарить абсолютно всем и на любой праздник. Можно подарить как конструктор или же уже как собранную картину. Для дома это также прикольная идея, поскольку она просто и стильно может украсить вашу комнату. Но если вдруг картина вам надоела, вы можете ее просто разобрать и собрать уже другое изображение. Короче, если вдруг вас заинтересовал данный конструктор, то приобрести его можете по ссылке в описании. Ну а по промокоду Jumbo вы получите еще 20% скидки. Поэтому, если вдруг не знаешь, что подарить своим родным и близким, то рассмотри конструктор Мазабрик. На мой взгляд, это одно из самых офигенных решений. Начну, пожалуй, с того, как я вообще узнал об этой истории. Дело в том, что парень нашел меня в инстаграме, если что, кстати, подписывайтесь, там много сторисов с секретного проекта, фоточек и так далее, все интересненько, круто. Написал парень с просьбой о помощи, что у него какая-то там супер-мега проблема, ну с которой капец, как ему нужна помощь. Сразу маленькая пометочка, если что, я не работаю в техподдержке, так скажем, как по каким-то техническим проблемам мне писать не обязательно. И если у вас случается что-то с Xbox, там с геймпадом, с играми, не загружается, не покупается и прочие проблемы, пишите в техподдержку, потому что это специализированные люди, которые должны вам помочь по той или иной проблеме. В общем, я наткнулся на его сообщение в спаме, потому что у меня почему-то много сообщений в директе попадает именно в спам, и прослушивал голосовухи, и, если честно, я немножко офигел от его истории. Вот, в принципе, его история. Смотри, Максим, в чем проблема? Я купил, короче, Xbox One S, и при этом за неделю меня забанили два раза. То бишь, два раза банили мою учетную запись. В чем дело? Типа, первый раз, у кого я купил приставку, да, на БУ, он мне оставил аккаунт, и при этом я создал новый аккаунт свой. И на самой консоли были игры. Я проходил Ведьмак 3, все было нормально. И в итоге я, когда вот запускаешь игру, там идет синхронизация данных. Я нечаянно, чисто случайно, от того, что я поторопелся, я отменил ее. И в итоге проходит какое-то время, я не могу залезть в Xbox Live. Второй случай был, это проходит время, я создаю новый аккаунт, все, чисто нульцевый. Ну, как нульцевый, я просто создаю аккаунт, и при этом пробую удалить ту учетную запись, с чем шла моя консоль. Я удаляю, и думал, что игры все равно останутся. Но нет, эти игры были привязаны официально к тому аккаунту. Я от того, когда я их удалил, я их запустить не мог. Я сделал как? Так, я скинул настройки, до заводских настроек, и при этом сохранил весь контент. Вот. Сохранил контент, запускаю игры, и в итоге он запрашивает, чтобы я ставил диск. Дисков у меня нет. И в итоге, в итоге, я окончательно, так сказать, сбрасываю до заводских настроек. У меня слишком долго идет проверка обновлений. Очень долго шло это все. И в итоге я просто все выключил консоль, включил обратно, и при этом просто ввел свои данные. И у меня было чисто ноль своей консоль. Я обновил все программы от компании Microsoft Xbox, там, редактора аватаров и так далее. Скачал в YouTube, полазил там, все, на следующий день на работе я захожу на свою учетную запись, и в итоге пишут, что моя учетная запись забанена второй раз за эту неделю. Я только думаю, что такое. Я не спорю, предположение есть, то, что мои косяки присутствуют, я не спорю. Но при этом я связался с продавцом, это мой давний знакомый. Он мне объяснил то, что это, возможно, какой-то глюк. И в итоге мою учетную запись постоянно банят. То компании Microsoft невыгодно, так сказать, держать такого пользователя. И от того, что я постоянно, в кавычках, нарушаю правила компании Microsoft, то, конечно же, они забанят и мою консоль тоже. И поэтому мне нужна твоя помощь. Я понимаю, у тебя полно сообщений и так далее, но мне реально нужна твоя помощь, нужен твой совет. Если честно, у меня изначально было предположение, что он что-то недоговаривает. Но как он потом и не объяснил, да, потому что там были еще голосовухи, что он говорит чистую правду, и ему как бы некому бояться, он просто хочет разобраться в проблеме. Честно, проблема капец какая странная, потому что у меня изначально была теория о том, что он купил Xbox, который был с левыми аккаунтами. Но его сразу предупредили, что аккаунт один, что там будут игры. И самый главный вопрос, который меня интересует, и который я на самом деле до сих пор не могу понять, почему банили аккаунты? Нулевые аккаунты, а не консоли. Потому что если бы вдруг какие-то правила были бы нарушены, да, конкретно старым владельцам, то забанили бы Xbox или старый аккаунт. Но дело в том, что забанили почему-то новый аккаунт. Что касаемо его косяка, типа я отключил синхронизацию там Ведьмакея третьим, это вообще никак не должно сказываться на проблему, потому что синхронизация это такой процесс, с которого, грубо говоря, у вас либо качает сохранение, либо что-то в этом роде. То есть как бы это на бан или не бан влиять не должно вообще. То, что у него после второго раза, когда он удалил, так скажем, аккаунт, который уже был на консоли, и у него не запускались игры, это нормально. Почему? Потому что данный аккаунт, он был привязан как домашний, и, соответственно, он давал возможность всем аккаунтам, которые установлены на этом Xbox, играть в игры. Это нормальная тема, она совершенно легальная. То есть, ну, это сама функция Microsoft, которую они, в принципе, когда-то пиарили даже. То есть здесь ничего такого нет. И почему он получил бан, особенно на новые аккаунты, без причин. Я, кстати, ему посоветовал зайти на конкретный сайт, и чтобы узнать причину. Но, как я понял, он даже на него не может зайти, потому что просто написано, что ваша учетка просто заблокирована. У меня, знаете, была подобная ситуация. Она была, я не знаю, очень давно. Я, по-моему, о ней рассказывал, или я о ней не рассказывал. Короче, расскажу. Дело в том, что когда я начинал делать свой контент, я делал это все на Xbox. Дело в том, что я записывал задний фон на Kinect, чтобы можно было на него наложить голос, потому что у меня не было микрофона. И, соответственно, потом это перекидывал на ПК и уже немножко домонтировал, так скажем, но со звуком с микрофона, который дается на Xbox, потому что он плюс-минус был оптимальный для меня на то время. Получилось так, что по каким-то причинам тот фон, который я записал на Kinect, он выложился в Xbox Live. Не просто в какую-то библиотеку, с которой я мог поделиться только себе, а именно в Xbox Live. И там был просто записан задний фон. То есть, вот, грубо говоря, то, что вы видите, да, но только было записано без меня. То есть, там никто не мелькал, просто диван, шкаф и кровать. Все. Дело в том, что мне вот из-за этого случая просто дали бан на аккаунт. И он до сих пор, по-моему, числится на этом сайте. И я не понимаю, почему. То есть, там не было конкретной причины, но бан не прилетел. Единственное, кстати, ограничение, которое я, ну, испытал, это то, что я не мог, по-моему, выгружать ролики. Или как-то их загружать и так далее. Это единственное. Это единственное, что, так скажем, мне заблокали. Самый главный вопрос, который у него стоял, ну, с которым я должен был ему помочь, это заблокировать... Что делать с Xbox? Что делать с Xbox? Потому что его могут, типа, заблокировать. На самом деле, подобная ситуация в моей практике тоже была, что за повторные нарушения на одной консоли реально могут заблокать целую консоль. Даже не аккаунт. Это, это на самом деле страшно. Почему? Потому что после блока у вас консоль, она не сможет больше подключиться к интернету. И, соответственно, вы сможете играть в нее только при помощи, по-моему, дисков или тех игр, которые загружены на эту консоли. Этот случай, когда заблокали консоль, касался моего знакомого-знакомого-знакомого, который играл, по-моему, в Gears и получал очень много уведомлений об нарушении. Короче, он много играл, играл, играл. И на него жаловались, что он там читер, не спортивный игрок и так далее. Ну, знаете, бывают такие токсичные комьюнити. И, короче, жалуются, жалуются, жалуются. Дело в том, что ему много раз банили аккаунт, говорили, что так делать нельзя, типа, ты делаешь плохо и так далее. Короче, высылали очень много банов. И под какой-то момент, потому что его банили очень много, наверное, раз 5-10, да, просто забанили консоль. Да, просто забанили консоль. Как бы, я не помню, чтобы он как-то покупал, опять же, игры на стороне, делал какие-то махинации и тому подобное. А вот чисто из-за игры в онлайне, из-за того, что поступало, ну, крайне много жалоб, да, у него забанили консоль. Да. В этом же случае я бы понял, если бы забанили консоль, потому что, опять же, это, значит, дело в прошлом аккаунте. Но почему банят новые консоли? Я не знаю. Вот реально у меня остается вопросом, и поэтому, в принципе, я и записываю видос. Потому что, если этот видос зайдет в массу, я хотя бы пойму и, ну, мы как минимум поможем человеку понять, почему его банят. Потому что, когда он хотел уточнить, почему, да, найти какую-то почту, там, какое-то сообщение в почте, у него ничего не было, кроме кодов безопасности. Дело в том, что, когда вас банят, там все-таки приходит уведомление о том, что, ребят, вы там получили блок, типа, потому что, потому что у него этого ничего не было. Просто недоступен Xbox Live. В данный момент он завел еще один аккаунт, видимо, пробует продолжать играть или что-то делать. Не знаю, как у него, так скажем, ситуация сейчас, обязательно ему напишу, узнаю. Вот, но... Я в шоке, что такие ситуации вообще бывают. В общем, если вдруг вам тема интересна, и вы хотели бы тоже узнать на нее ответ, поделитесь этим видео со своими друзьями. Расскажите каким-то знакомым, который имеет Xbox, или просто спросите, не было ли у кого-то такой проблемы, потому что, как минимум, хочется узнать причину. Поскольку парень говорит, что, ну, причину ему никто не дает узнать. И, как бы, это фигово. Поэтому, ребят, такая вот история. Я надеюсь, что эта история, ну, получит какой-то фидбэк или какие-то, может быть, схожие ситуации. Кстати, если вдруг у вас схожие ситуации были, да, то напишите в комментариях, вдруг что-то тоже интересного у вас будет. И вдруг вам кто-то подскажет. Потому что, чем больше мы делимся такими проблемами, тем больше они, видимо, решаются, или как-то на них можно обратить внимание. В общем, вот такая вот история. Если вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите обязательно свое мнение, свое предположение, почему так случилось. Вот даже если вы думаете, там, какие-то супер-мега истории, которые вряд ли бы совершились, все равно напишите. Потому что вдруг что-то парню или мне подскажет, ну, просто подскажет хотя бы, приблизит, давайте так, приблизит к решению проблем, и все вместе мы ее решим. В общем, большое вам спасибо за просмотр, друзья, чтобы вас с консоль не забанили, желаю, вот. И всем до скорых встреч.